Практически каждый второй московский таксист, оказывается, нарушает правила дорожного движения. В распоряжении лайф оказались результаты проверки столичных такси всего лишь за сутки. Всего проверили 740 машин, работающих с лицензией. Из них к ответственности привлечь удалось 354 водителя. Самое популярное нарушение – управление транспортным средством при условиях, когда эксплуатация автомобиля вообще запрещена. Например, неисправность тормозов или рулевого управления. Следом идут нечитаемые номера и проезд на красный свет. Почти половина водителей столичных такси – это мигранты из бывших союзных республик. Всего таких оказалось 335 человек. Практически половина. Больше всего новых таксистов в Москву приезжают из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении и Грузии. Ну и, кстати, не все водители были оформлены в соответствии с российскими законами. Пять человек после проверки были доставлены в полицию или даже в миграционную службу. Интересно, изменится ли после такого рейда манера езды московских таксистов? Ну или они так и останутся? Причаевые языцах у всех автолюбителей. Ну, вместе с сотрудниками ДПС в рейде поучаствовал наш корреспондент Алексей Казанников. И сейчас он выходит на прямую связь со студией. Здравствуй, Леша. Ну вот, мне почему-то кажется всегда, что таксисты паркуются не там, где нужно и вообще не там, где законно. Вот ты какие тенденции, скажем так, в этой профессии нашел? Да, добрый день, Юрий. Ну, на самом деле, вот как раз в плане парковки в неположенном месте, это мы сегодня видели не раз. Но отмечу, что не так-то просто было сегодня спровоцировать таксистов на то, чтобы они нарушили правила дорожного движения. Потому что сегодня мы решили сделать свой эксперимент и специально провоцировали водителей, чтобы подтвердить вот эту печальную статистику ГИБДД. Не так просто это было сделать сегодня еще из-за того, что столица погрязла в таких вот утренних пробках. И поэтому такие маневры, как проезд на красный свет или выезд на встречную полосу были попросту невозможны. Но, тем не менее, о некоторых результатах я уже прямо сейчас могу сказать. В первую очередь мы прокатились с таксистами, машины, которые стоят на балансе крупных компаний, очень полюбившихся жителям столицы. Потому что у каждой из них есть специальное приложение для смартфона. И можно вызвать машину достаточно бюджетно добраться куда надо, вызвать машину очень быстро. Так вот, эти таксисты, на наш взгляд, как казалось, относятся к своей профессии очень серьезно. И на просьбы развернуться в неположенном месте, либо превысить скорость, отвечают отказом. У каждого из них в салоне автомобиля установлен навигатор, они видят пробки, они видят камеры, которых также немало в столице. И поэтому, если ты просишь резко изменить свой маршрут, то на выбор тебя предлагают несколько, и уже после этого везут. На нескольких автомобилях мы сегодня прокатились, после чего решили попробовать взять, так скажем, такси с руки. То есть, иными словами, проехаться с обыкновенным бомбилой. Нашли такого мужчину, как раз вот он выходец из тех стран, которые ты перечислил, которые есть в статистике ГИБДД. Ну, там как раз вот история со всеми нарушениями подтвердилась. То есть, мы стояли достаточно долго в пробке в районе метро Тушинское. Через минут 15, после того, как уже как будто бы устали стоять, попросили таксиста развернуться в неположенном месте, чтобы дальше свое движение мы могли продолжить уже на метро. В принципе, без особых пререканий он это сделал. Вот давайте посмотрим. Нарушил он сразу несколько правил дорожного движения в тот момент. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА То есть, получается, вы умышленно провоцировали на преступление, и они все-таки их совершали? Ну да, причем без особых, как я уже сказал, прерыканий. Получается, что водитель проехал под знак, на основании которого можно было двигаться только прямо, кроме того, нарушил правила разметки, но вот лишь бы угодить своему клиенту. То есть, с этой точки зрения можно сказать, что услуги бомбил, которыми, конечно, не стоит все-таки пользоваться, но, тем не менее, они более обширные с этой точки зрения в плане комфорта. Но еще вот несколько замечаний, которые сегодня мы увидели. Дело в том, что на самом деле не так много мест, не так много разметки в столице и мест, где можно нарушить вот так вот откровенно правила дорожного движения. Поэтому, наверное, все-таки статистика по большей части касается вот именно испорченных знаков и все-таки отсутствия лицензии, отсутствия необходимых документов. Потому что, как вот после сегодняшнего эксперимента я сделал вывод, что все-таки еще много остается в столице нелегальных таксистов, которые, по сути, не имеют права-то заниматься таксомоторной деятельностью. Ну вот проезд на красный свет или езда по встречной полосе – это уже совсем такие преступления, которых нам не удалось добиться. Ну и, наверное, все-таки их счастьем. Ну что ж, мне кажется, все-таки я скажу сейчас прописную истину, но такая услуга, по-братски, скажем так, она может стоить жизни или здоровья. Ну, я все-таки, естественно, рекомендовал бы всем пользоваться услугами авторизованных такси. Там хотя бы, во всяком случае, есть с кого спросить, случись что. Большое спасибо. На прямой связи со студией был наш корреспондент Алексей Казанников. Субтитры создавал DimaTorzok